Учитывая тот факт, что до открытия американской торговой сессии макроэкономический календарь совершенно пуст, нет ничего удивительного в том, что рынок топчется на месте. Какую-то активность демонстрирует лишь единая европейская валюта, но она настолько скромна, что вполне укладывается в понятие статистической погрешности. Зато после открытия американской сессии публикуются данные по заявкам на пособие по безработице. И, например, количество первичных обращений должно сократиться на 4 тысячи. Количество же повторных обращений может уменьшиться на 20 тысяч. Так что формально все очень даже неплохо и ситуация на рынке труда США продолжает уверенно улучшаться. Вот только есть подозрения, что это никак не повлияет на настроение на рынке и не сможет сдвинуть рынок с мертвой точки. Изменения будут носить сугубо символический характер. По сути дела, они останутся неизменными. Хотя, как знать, быть может, увидев очередное уменьшение количества заявок на пособие по безработице, трейдеры решат, что этого достаточно для возобновления покупок доллара. И неважно, как он сильно перекуплен. Какая точка зрения вам ближе? Поделитесь своим мнением в комментариях. А пока давайте посмотрим на график. Европейская валюта в ходе стремительного нисходящего движения нашла переменную точку опоры у значения 1.1263. Относительно этой точки возник технический откат. Стадия перепроданности евро видна невооруженным глазом. Это может положительно сыграть на объеме длинных позиций. В качестве переменного уровня сопротивления здесь служит значение 1.1340, относительно которого и возник застой. Стадия отката вполне может смениться коррекция по направлению уровня 1.1400 в случае, если значение 1.1350 будет пробито ценой. В то же время имеет место спекулятивный ажиотаж на короткие позиции, поэтому удержание цены ниже 1.1290 вполне может перезапустить нисходящий цикл. Валютная пара GBPUSD возобновила коррекционный ход после 60-часовой остановки, вследствие этого была пробита верхняя граница, а котировка устремилась выше значения 1.3500. Стабильное удержание цены выше 1.3500 увеличивает шансы покупателей на последующий рост в сторону 1.3570. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами уже в случае возвращения цены ниже уровня 1.3460. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok